Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор сотен видео на канале YouTube про здоровье, правильное питание, лечение, в том числе и народными средствами. А также автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Сегодня решил написать новое видео. Как похудеть легко, быстро, укрепить иммунитет, очистить организм, используя обычный борщ. Диет для похудения в интернете множество. Все они имеют свои плюсы и минусы. И прежде чем использовать любую диету, вам все же нужна консультация врача. Способен ли ваш организм, ваш уровень здоровья легко перенести изменения в рационе питания? Борщевая диета для похудения, на мой взгляд, самая сбалансированная монодиета. Более того, самая безопасная из монодиет. Если борщевую диету можно назвать, конечно, монодиетой. Однако очень важно правильно приготовить здоровый и полезный борщ. Чтобы не превратить борщ в нитратную либо канцерогенную бомбу. Как многие делают не знаю у себя на кухне. Или практически критически не нарушить работу почек. Это тоже можно легко и просто сделать. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, насколько полноценно борщевая диета и как к ней правильно приготовиться. Какие нужно знать фишки, чтобы приготовить полезный борщ, а не нитратную либо канцерогенную бомбу. Ну и как правильно применять борщ, чтобы не только похудеть, но и очистить свой организм, а заодно укрепить иммунитет. Я неоднократно в различных интервью для телеканалов, газетах, журналах упоминал о очень полезных свойствах борща. Мне часто задавали вопрос, а можно ли сделать на основе борща полезную для здоровья диету? Да, реально можно. Можно сделать диету и для снижения веса, и для набора мышечной массы, и набора веса, и для поддержания высокого уровня здоровья. Но в этом видео я решил сделать акцент больше на снижении веса. Хотя и другие видео со временем тоже напишу. Поэтому смотрите это видео до конца, и здесь будет много полезной, интересной и возможно новой для вас информации. Так насколько же полноценна борщевая диета? Борщевая диета предполагает использовать только борщ. И никакие другие продукты питания, вернее блюда не использовать. И как минимум одну неделю. И внешне это монодиета, ведь используется только одно блюдо. А реально, практически сбалансированное питание по большинству макро и микронутриентов. Практически средиземноморская диета для похудения, в которой нужно только знать как правильно приготовить этот самый борщ. А правильный борщ содержит достаточное количество воды. воды. И ему могут отдать предпочтение тем, кто не любит пить только чистую воду. А вода это и очиститель организма, и основное удаляющее калории из вашего организма вещество. Правильный борщ содержит также сложные углеводы. Это очень важно, потому как сложные углеводы, медленно расщепляясь и всасываясь в кровь, прекрасно активируют обмен веществ, а жиры, говорят, горят в пламени углеводов. Именно это пламя позволяет создать в вашем организме, дозировано создать правильно приготовленный борщ. Правильный борщ содержит и белки, которые позволяют активировать обмен веществ лучше и безопаснее, чем в диетах Аткинса, Дюкана, Кремлевской диете, где основной упор идет на белковый компонент. А борщ, да, его тоже содержит, но сбалансированным с другими компонентами в количестве. И это позволяет безопасно поддерживать такую диету несколько недель, а потом перейти на правильное сбалансирование. Питание. Правильный борщ содержит и жиры. Но в основном я бы рекомендовал использовать растительные масла. Потому как масло будет в этом случае приносить калории. Но самое важное, масло будет присутствовать в каждой порции борща, как бы вы его не съели. Что позволяет активировать работу печени. И предупреждать выход из диеты с жировым гепатозом. Это очень неприятное состояние. Однажды попав в это состояние, очень сложно вывести. А правильно приготовленный борщ позволяет решить сразу несколько проблем. И постепенно снизить вес и не нарушить работу печени. Очень важный момент. Правильный борщ позволяет сформировать нужный для поддержания активного обмена веществ режим питания. И позволит не вернуться к потерянным килограммам, после того как вы с этой диете перейдете на другое питание. Правильный борщ содержит относительно мало калорий. И вместе с тем его нельзя отнести к самым голодным диетам. Что также плюс. Более того, в зависимости от своего избыточного веса, вы сможете регулировать калораж. Изменяя те или иные компоненты, о которых я скажу попозже. И таким образом поддерживать нужный для вас состав борща. Особенно его калорийность. В зависимости от своего аппетита, от своих возможностей. Отсюда будет безусловно и темп снижения веса зависит. Правильный борщ будет правильный, если вы учтете некоторые особенности его приготовления. И все компоненты, которые в нем должны быть. Об этом я расскажу прямо сейчас. В чем лучше готовить борщ? Я бы советовал использовать кастрюлю из нержавеющей стали. Просто она более нейтральна по отношению к основным компонентам борща. Объем кастрюли 3-3,5 литра. Это для человека среднего роста. Более высокие люди могут использовать более значительные емкости. Этого вполне хватит на дневную порцию. Да, борщ лучше готовить однократно. Можете готовить с вечера. Тогда он в большей степени настоится и будет более вкусным. Но кто-то может готовить в ведре и 2-3 дневную порцию борща. Без проблем. Борщ за 3 дня не прокиснет. А будет только более полезным. Вода. Она должна быть обязательно очищенной. В первую очередь от различных минеральных солей. Просто растворенные в воде соли мешают извлекать все полезные ингредиенты из тех компонентов, которые вы будете готовить в борще. А также вода должна быть очищена от бактерий, вирусов, грибов. А также различных токсических компонентов. Потому, как если бактерии и грибы вы убьете кипячением. Но этот бульон не принесет много вам пользы. Тем более, что при соблюдении диеты ваш организм будет активно очищаться. И такая дополнительная токсическая нагрузка вам абсолютно не нужна. Поэтому подойдет скорее вода не из-под крана. А вода очищенная, прошедшая фильтрацию. Потому, как чистая вода это первый и самый объемный продукт этой диеты. Воды вам понадобится 12-13 стаканов. Или примерно 2,5 литра. Но это человека среднего роста. Более высоким людям понадобится немножко больше воды. Основные компоненты, которые использовать можно в борще круглый год. Это лук, капуста. По сезону можете использовать кабачки. Все они низкокалорийны. И могут применяться практически в любых разумных приемлемых вами количествах. Стартовое количество примерно 100 грамм лука и 300 грамм капусты. Либо 300 грамм кабачка соответственно. Морковь, свекла, картофель они более калорийны. Поэтому их нужно ограничивать количественно. Увеличивать я бы их не советовал. Дневная порция моркови и свеклы примерно 100 грамм. Но вот дневную порцию картофеля я бы ограничивал цифрой менее 100 грамм. От этого будет вам просто больше пользы. Эти компоненты приносят достаточно много калорий. И будут немножко тормозить снижение веса. А вы же хотите не только очистить свой организм, но и снизить немного вес. Для приготовления борща вам понадобится куриная либо индюшинная грудка. Если позволяет уровень мочевой кислоты и креатинина можно использовать и телятину. Количество примерно 4-5 грамм на 1 килограмм веса. Но вес не тот вес, который вы имеете. А оптимальный вес. Что такое оптимальный вес с моей точки зрения? Это ваш рост минус 100 грамм. То есть если у вас, например, рост метр шестьдесят. То ваш оптимальный вес это 60 килограмм. И не важно, что на этих метр шестьдесят. Сейчас может быть 100, а может быть 120, а может быть и 150 килограмм. Не имеет значения практически степени ожирения. Имеет значение сколько белка может пропустить ваш организм. Поэтому умножаете должный вес 60 на 4-5 грамм. И получаете где-то 240-300 грамм. Если мы берем куриную грудку, это примерно 1 средняя куриная грудка. Если рост больше, соответственно пересчет больше и потребность будет больше. Почему не стоит этим показателем злоупотреблять. И вне зависимости от вашего роста и веса применять количество белка. Особенно от роста. В большей степени обменные процессы завязаны на вашем росте. А вес, величина переменная. Он может быть разным. Рост более-менее стабилен, более-менее постоянен. Поэтому важно учитывать это. Чтобы не переборщить с белком. Особенно это было важно в диетах Дюкана, Аткинса, Кремлевской. В этой диете это менее важно. Вы сможете по своему желанию увеличивать долю белковой пищи. Потому как первые ингредиенты, о которых я уже сказал. И лук, и кабачок, и капуста, и морковь, и свекла, и даже картофель. Своей клетчаткой способны будут связывать часть белковых токсинов. И разоружать ваш организм от них. А это принципиально важно для ваших почек. Потому как крайне часто после белковых диет люди приходят с высоким уровнем креатинина. И ты понимаешь, что очень сложно этому человеку помочь снизить вес. Потому как каждая лишняя порция белка приведет его к необходимости проводить гемодиализ. То есть лечить почечную недостаточность путем искусственного очищения крови. Помогая уже погибшим почкам. Частично погибшим, не полностью. Но тем не менее, зачем добивать слабых? Можно просто правильно использовать различные диеты для своего здоровья. Пряные компоненты. Корневища. Сельдерея, пастернака, имбиря, петрушки. Их можно использовать собственно по вкусу. Все равно их много не съесть. Пряностями злоупотреблять не нужно. Потому как они опять-таки раздражают все те же самые почки. Нужно соблюдать чувство меры. Граммов по 30-50. Каждого ингредиента в произвольном наборе. Опять-таки по вашему вкусу. Что это вам даст? Это поможет полноценно переварить вот те самые белки. Потому как только переваренные белки попадают в кровь. Активируя обмен веществ. Позволяет вам сжигать калории. Уже вне зависимости от диеты. И это правильно, потому что активированный обмен веществ после выхода из диеты останется с вами. И не даст вам вернуть вот те самые потерянные килограммы. Зелень. Петрушка, пастернак. Опять-таки по вкусу. В общем количестве 30-50 грамм больше не нужно. Иначе у вас получится не красный борщ, а зеленый борщ. Хотя это тоже неплохо. Растительное масло. Лучше холодного прессования. 30 грамм или 2 столовых ложки в день. Это при росте около 1,60 м. При росте выше 1,80 м можно 3-4 столовых ложки в сутки использовать. Соль поваренная. Очень коварный ингредиент. С одной стороны он дает вкус. Борщ становится вкуснее. С другой стороны соль удерживает воду в организме. И не дает активно терять вес. Поэтому для того чтобы сэкономить на соли до пол чайной ложки в сутки вы имеете право использовать в этом борще. Когда я это скажу чуть попозже. Но чистая вода даст возможность вам из других ингредиентов излечь максимум полезных веществ и вкусных веществ. И ваш борщ будет все равно вкусным и ароматным по этой причине. Закладывать все компоненты в кастрюлю нужно последовательно. В зависимости от необходимого времени на доведение их до готовности. Первое безусловно пойдет вода. Дальше последовательно вы их будете закладывать. С подготовкой к приготовлению борща вроде как я все нюансы сказал. А теперь я попробую перейти в другой части видео. Очень на мой взгляд важной. Особенности приготовления борща. Вы сейчас узнаете несколько фишек. Не зная которые борщ полезный вы не получите. Борща вы получите опасный борщ. И можете не получить тот результат по очищению своего организма. Укреплению иммунитета. Снижению веса на который вы рассчитывали. Поэтому не переключайтесь. Смотрите видео дальше. Какие же нужно знать фишки. Чтобы приготовить полезный для здоровья борщ. А не канцерогенно нитратную бомбу. Которая взорвется не сразу. Вы ее не сразу заметите. Последствия которые она вызовет. Их проще предотвратить. Чем потом лечить и устранять. Поэтому нужно знать несколько фишек. Фишка первая. Выбор овощей. Основные ингредиенты. Свекла, морковь, картофель. Они всегда должны быть плотными. Не должны быть вялыми. Вялые корнеплоды не подойдут. Потому как в них уже идут процессы разрушения полезных веществ. А если мы берем свеклу и морковь. То активно накапливаются нитраты. Это достаточно опасная ситуация. Которая сразу может не проявиться. Что касается цвета. То свекла и морковь должны быть характерного яркого цвета. Что касается поверхности картофеля. Он должен быть еще с глазками. И ровной гладкой поверхностью. Просто если исчезли глазки. Значит картофель обработали химией. Глазки вытравили. И он готов к неумеренно длительному хранению. Если же поверхность не ровная. Гладкая. А с такими небольшими как оспины. То это говорит о том. Что картофель подвергался обработке пестицидами и ербицидами. И естественно будет их содержать. И в диете это не самая простая добавка. Фишка вторая. Многие считают что для здоровья. Чтобы борщ получился вкусным. Его нужно пассеровать. Но в данном случае для снижения веса. Пассеровать противопоказано. Потому как пассерование на растительном масле. А в правильном борще будет как жир использоваться только растительное масло. Приводит к тому что масло теряет свою антиоксидантную активность. Те ненасыщенные жирные кислоты. Которые были в растительном масле. Которые могли очищать ваш организм как минимум от канцерогенов. Связывая их. Они окисляются при пассеровании. И эту активность вы теряете. А канцерогены будут все-таки выделяться из жировой ткани. Жировая ткань она не стерильна. В ней содержатся различные растворимые в жирах компоненты. Часть из них с канцерогенной активностью. И вот здесь живое растительное масло имеет громадное значение. Поэтому пассеровать ни в коем случае нельзя. Эта активность растительного масла она очень важна. Высокая температура более того уменьшает количество витаминов в самом продукте. В том который пассируется. Потому что масло греется значительно лучше чем вода. И выше 100 градусов. Больше того само масло окисляется. И здесь возникают серьезные проблемы в процессе снижения веса. И в дальнейшей вашей жизни. Поэтому пассеровать нельзя. Если пассеровать только на животных жирах. Но это уже не диета для похудения. Это диета скорее для набора веса. Борщевая та же диета борщевая. Об этом вы узнаете в другом моем видео. А пока мы говорим только о том как снижать вес. Поэтому нам нужно живое растительное масло. Поэтому пассеровать нам нельзя. Фишка третья. Затирка салом. Очень часто применяют старое желтое сало. Оно сообщает определенный вкус специфический. И за ним идут. Но не следует так испытывать свою иммунную систему. Даже небольшими количествами. Потому как в этом случае. Борщ опять-таки превращается в канцерогенную бомбу. Все-таки старое желтое сало. Оно не самое полезное для здоровья. Хоть и сообщает борщу определенный вкус. Поэтому этот вариант тоже исчез. О других особенностях вы узнаете прямо сейчас. Фишки еще не закончились. Фишка четвертая. Это лук. Это компонент многоцелевого предназначения. Кроме низкой калорийности. О которой я уже сказал. Лук прекрасный сорбент. Причем широкого спектра действия. Который в кишечнике начнет мягкую уборку. Причем очищение кишечника идет. Не только от образовавшихся в нем непосредственно токсинов. И там же есть и микрофлора. Но и от попавших с борщом. В процессе приготовления которого. Лук собирает токсины из мяса или птицы. Я вам подскажу. Как уменьшить их образование в бульоне. Но то, что вы не удалите из бульона. Тем способом, который я подскажу. Под соберет лук. Также благодаря содержанию гинулина. Он помогает контролировать уровень сахара в крови. Активируя на энергетическом уровне печень. А при избыточном весе. Сахар в крови часто повышен. Только лук нужно очистить правильно. Вы должны убрать всю желтую шелуху. Всю шелуху, которая находится на луке. Она может быть желтая. Может быть белая. Может быть синяя. Поэтому я тут поправился. Но! Она должна быть удалена вся. Вот эта мертвая шелуха содержит очень много фенолов. Которые сами по себе очень активно раздражают и печень. Но она это потерпит. Неприятнее раздражение почек. И вот для того чтобы не перераздражать ваши почки. Которые в данном случае испытывать будут и без того напряжения. Ведь вы добавите белок. Для того чтобы быстрее снижать вес. Вы белковый компонент будете увеличивать. И вот здесь лук будет вас активно сдерживать. Если вы его неправильно очистите. А фишка пятая. Это бульон. Бульон из мяса. Либо из птицы. Самое лучшее его предназначение. Собака. С одной стороны там много белковых токсинов. Равно трупных ядов. Которые будут перегружать ваши почки. С другой стороны. Вы не всегда уверены. Как выращивались эти продукты. Вы же не контролировали. Как росла курица. Удюшка. Или как рос тот бычок. Чем его подкармливали. Чтобы они быстрее оказались в вашей диете. И это все будет преимущество в первом отваре. И не будет напрягать вам обмен жиров. И работу почек. А при дальнейшем приготовлении. Остатки все-таки соберет лук. Об этом я уже сказал. Поэтому первый бульон вы слили. А мясо или птицу. После этого можно добавить. Собственно борщ. Для окончательного совместного приготовления. Ну а о других фишках. Вы узнаете прямо сейчас. Потому как фишки еще не закончились. Фишка шестая. Как не потерять кальций. Ведь и морковь и свекла. Содержат щавелевую кислоту. В достаточно приличных количествах. Она очень любит кальций. И могут пострадать и зубы. И кости. И суставы. И волосы. И ногти. И что? Борщевая диета на этом должна закончиться? Ничуть! У меня есть один секретный компонент. Добавляя который в борщ. Вы от этой напасти легко избавитесь. Легко себя подстрахуете. В обычном борще. Выполняет роль компонента. Такого сдерживающего обычная сметана. Здесь мы ее применять не сможем. Потому как она слишком много калорий может принести. И используя неограниченное количество компорсов. Нарушите снижение веса. Поэтому нужен низкокалорийный компонент. В котором вы легко замените часть воды. 1-2 стакана этого секретного компонента. Максимум 3. И ваши почки и суставы в полной безопасности. Это обычная молочная сыворотка. В которой много кальция. Всю воду заменять молочной сывороткой не стоит. Перебор с кальцием тоже плохо. Вкус конечно будет несколько иного борща. Не совсем вам привычный. Но что вы хотели? Чтобы был самый привычный вам борщ и все. Небольшие неудобства должны быть. Хотя многие используют сыворотку. И без моих рекомендаций в борще. И теперь вы знаете почему она там находится. Для чего она там нужна. Но зато после такой борщевой диеты. Вашему стоматологу не придется латать дыры в зубах. А к салаты в почках не добавят работы урологу. Ну и ортопед-травматолог тоже будет вас не скоро увидит. Потому как суставы будут в приличном состоянии. Фишка седьмая. Чем подкислить? Традиционно используют те же томаты. Но в них как я уже сказал много кислоты. И опять-таки зубы, почки, суставы под прицелом. Поэтому лучше использовать обычный лимонный сок. Или можете, если вам надоест использовать лимонный сок с этой целью. Можете заменить обычной капустой. Квашеной только. Там достаточно много кислоты. Которая тоже даст кислинку борщу. А кислинка нужна. Кислинка блокирует нитраты. Которые находятся в моркови, в свекле. А эти компоненты в приличных количествах находятся в борще. И вот заблокировав там нитраты. Часть которых унесет клетчатка. А часть вы химически нейтрализуете. И ваш борщ станет полезным. И нитратная бомба исчезнет с горизонта. Фишка восьмая. Принципиальное условие для похудения. Количество соли. Не более пол чайной ложки. И солить нужно в самом конце. Перед закладкой зелени и растительного масла. Потому как для похудения очень важны не столько вкусные овощи. Сколько вкусный навар. Ведь когда вы засыпаете солики в самом начале. Соль поможет овощам развариться. Да. Бульон будет вкусный. Но. Темп всасывания сложных углеводов из таких компонентов будет высок. И после каждого употребления борща. Вы вынуждены будете бежать в тренажерный зал. Сжигать эти быстро появившиеся калории. Если же вы посолите в конце. Овощи у вас не разварятся. Углеводы из них медленнее будут попадать в кровь. И вы сможете легко контролировать обмен веществ в вашем организме. Поэтому солить нужно только в конце. Фишка девятая. Растительное масло. Оно попадает в борщ практически в самом конце приготовления. Фактически добавляете растительное масло. В том количестве которое вам нужно. Затем рубите зелень. Закладываете ее в борщ. Закипел. Выключаете огонь. И оставляете настаиваться до утра. В этом случае все прекрасно. Растительное масло не окислено. И до утра оно будет растворять те жирорастворимые витамины. Которые находятся в разных компонентах борща. Увеличивается их усвоение. А соответственно и польза. Фишка десятая. Если вы хотите использовать еще и чеснок. Он хорош был бы с салом с борщом. Но сало опять-таки калории. И легко передозировать этот достаточно вкусный ингредиент. Поэтому порубите мелко чеснок. И добавьте уже в готовый к приему борщ перед употреблением. В этом случае вы получите еще один момент. Все-таки обилие клетчатки может дать некоторые процессы брожения. А пряные вещества чеснока в союзе с сельдереем, петрушкой, пастернаком, имбирем. Не дадут активно разгуляться микрофлорой в кишечнике. И будут удерживать ее в нужном для вас минимальном уровне активности. И это будет прекрасно. Но тут еще с моментами приготовления борща. Я, пожалуй, основные фишки вам уже рассказал. Как подготовиться. А теперь самый главный момент. Как правильно применять борщ. Чтобы не только похудеть. Но и очистить свой организм. И укрепить иммунитет. Как же правильно применять вот такой полезный для здоровья борщ. Чтобы не только похудеть. Но и укрепить свой иммунитет. День первый. Я бы сказал этот день очистительный. Вы вели тот образ жизни, который вели. Очищали свой организм или нет. Чаще всего нет. И борщ поможет вам это сделать в достаточно коротком промежутке времени. В этот день борщ только постный. Для приготовления используйте только овощи с зеленью. Растительным маслом. Соль. Количество приемов пищи от 4 раз в сутки. Как правильно разложить прием борща на протяжении дня. Первый прием утром после сна. И используется только юшка. Без овощей. Количество зависит от потерь веса за ночь. Это легко проверить. Вы перед тем как ложиться спать взвесились. Утром опорожняете мочевой пузырь. И взвешиваете еще раз. Вот те потери воды которые у вас состоялись за ночь. Вы их должны компенсировать. Если потери менее пол килограмма. Утром пьете 2 стакана за один раз. Выпили дальше по аппетиту. Делайте остальные действия. Если потери более чем пол килограмма. Тогда выпиваете по 2 стакана юшки из борща. Каждые час полтора. Первый прием собственно борща. Через полтора часа после утренней юшки. Опять таки если до пол килограмма потерялись за ночь. После первого приема. Если потеряли больше. Соответственно после последнего приема юшки. Принципиальные условия. Прием пищи должен закончиться в срок от 5 до 10 минут. То есть борщ нужно жевать. Поэтому глотать не нужно. Поэтому минимум 5 минут. Вы уделите внимание на употребление борща. Но и не стоит растягивать это удовольствие слишком сильно. Потому как через 10-15 минут после начала приема пищи. Углеводы попадают в кровь. И дальше. Если у вас есть минимальный уровень активности. Эти углеводы спокойно усваиваются. И нигде не накапливаются. Если вы после борща решили полежать. Отдохнуть. Вот здесь углеводы борща. Проходя в кровь. И будучи не употребленными в обмене веществ. Они легко перерабатываются печенью в жир. И откладываются в жировую ткань. Вы что хотели? Снижать вес или набирать? Тогда ответ понятен. Если вес нужно снижать. Прием пищи 5-10 минут. И небольшая активность. На протяжении ближайшего часа. Главное не лежать. Можно еще лучше не сидеть. Можно стоять. Можно просто слегка походить. И это принципиально важно. Для того чтобы не превращать углеводы борща. Вы новые объемы. Новые пласты жировой массы. Дальнейший прием борща. По аппетиту. Появление которого можно удовлетворить. Либо приемом борща. Либо вы можете выпить чашку чая, кофе. Не возбраняются эти стимулирующие напитки. И в данном случае они только помогают вам разогревать обмен веществ. Последний прием борща. За час-полтора до сна. Голодным спать не нужно ложиться. Но если вдруг вы остались, аппетит полностью не ушел. И ночью вы просыпаетесь. Вы пьете там просто стаканчик воды. Стакан-два воды не возбраняется ночью. Но ни в коем случае не еда. Вы нарушите эту диету. И не получите от нее ни полного удовольствия по уровню здоровья. Ни тех результатов, которые вы хотели получить по снижению веса. День второй. Разогревающий обмен веществ. В этот день вы готовите не постный борщ. А борщ с мясом либо птицей. Начало дня как в предыдущий день. Все зависит от ночных потерь воды. Как употреблять собственно борщ в этот день? Порцию мяса или птицы делите на 2-3 части. И в самом начале приема пищи съедается порция мяса либо птицы. А затем собственно борщ. Первые 2-3 приема пищи в этот день проходят по появлению аппетита. Причем мясо всегда опережает борщ. Птица всегда опережает борщ в эти первые 2-3 приема после утренней компенсации потерь воды за ночь. Важно это время записать. Чтобы в последующие дни попытаться правильно их использовать. Потому как с каждым последующим днем. Если вы будете питаться примерно в одно и то же время. У вас активируется переваривание пищи. И увеличивается усвоение белка из пищи. Не гниение белка в пищеварительной системе как на большинстве диет. А усвоение белка который разогреет вам обмен веществ. И поможет еще быстрее снижать те самые килограммы. Уничтожать те самые жировые запасы которые у вас присутствовали. Но в этом случае желательно чтобы последний прием пищи с мясом или птицей состоялся до 18 часов. Да есть такое мнение что нужно кушать до 18 часов. Да это относится к употреблению мяса или птицей. Просто не успеют они перевариться за более короткое время до сна. А вот последний прием борща как и в очистительный день за час-полтора до сна. И только водичка, только овощи которые остались в кастрюле. В этом случае вы получаете максимальную пользу. День третий, день четвертый, день пятый и шестой могут быть повторением второго дня. День седьмой опять таки очистительный. Как первый день диеты. Если вы будете таким образом питаться, то за неделю вы легко потеряете 3-4 кг. И это будет истинно та жировая ткань, от которой вы хотели избавиться. Это будет не вода. Это будут сгоревшие жиры. Которые с помощью борща, продукты их распада вы легко выведите из своего организма. Потому как печень на такой системе питания будет работать прекрасно. И максимальное количество и холестерина окисленного, и канцерогенов, и пестицидов, и гербицидов выведет из вашего организма. И не создаст вам сюрприз через 10-15 лет после диеты. Как многие диеты это к сожалению не делают. Да, они ориентированы на снижение веса. Но не ориентированы на очищение вашего организма. А вот моя борщевая диета для похудения. Она ориентирована и на то и на другое. Чтобы не только уменьшить на некоторое время жировую массу. А чтобы активированный обмен веществ не дал ей еще и вернуться. А по дороге очистить ваш организм от тех шлаков, токсинов, которые в нем могли когда-то задержаться. И на мой взгляд это правильно. Но! Моя борщевая диета может продолжаться больше чем 7 дней. Больше чем неделю на ней можно находиться. И если вам хочется узнать об этом больше, вы об этом узнаете прямо сейчас. Если первые 3-4 дня диеты прошли хорошо. А работоспособность не упала. Вы можете запланировать продлить борщевую диету более 7 суток. Тогда будете использовать циклами. Один день очистительный. Три дня белковых. И контролируйте не только весами, но и анализами. Важно контролировать уровень не только холестерина и окисленных липидов в крови. Но и сахар, креатинин. Это очень важные показатели. Которые показывают как работает обмен веществ в вашем организме. Насколько правильно. И контроль все-таки должен быть. Чай и кофе приветствуются. Как оператив перед едой. А также между приемами пищи. Особенно чашка кофе утром. Чтобы проснуться. А чашка чая при появлении аппетита. После первого приема борща. Также приветствуется. Потому как она продлит активность обмена веществ. И позволит больше чем на полдня поддерживать высокую работоспособность. От которой дополнительно зависит сжигание калорий в вашем организме. Потому как если диета приводит вас к депрессии. Все. Обмен веществ тормозится. И снижение особого веса у вас не произойдет. Если вдруг снизится аппетит. Ну можно как оператив использовать и сок квашеной капусты. Не только чай либо кофе. 50-100 грамм за 10-15 минут до еды. Может за 5 минут до еды. А собственно квашеная капуста. Как я уже говорил. Может заменить в борще свежую капусту. И томатную пасту одновременно. Если вы хотите вести еще более активный образ жизни. Борщ вам также может в этом помочь. Если вы хотите заниматься спортом, фитнесом. То перед тренировкой нужно принять только южку. Примерно за час-полтора. А вот после тренировки борщ с мясом. Потому как вам нужно компенсировать потери белка в мышечной ткани. И в этом случае борщ с мясом либо с птицей прекрасный вам помощник. И все будет хорошо. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами. Хребкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. Пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Поставить лайк. Написать комментарий. Я подумаю какое видео еще написать на эту тему для вас. И до новых встреч на моем канале. Думаю что одно из следующих видео будет. Борщевая диета для набора веса. Это тоже интересная тема. До новых встреч на моем канале.